Из окна третьего этажа дома номер 3 по бульвару профсоюзов выпал 4-летний мальчик. Как говорят соседи, матери ребенка в этот час не было дома. Мальчика оставили под присмотр двух сестер, чуть старше 10 лет. В этом доме семья из Средней Азии недавно купила квартиру. Сетка стояла. Видно, сетка-то упала вперед. Может, он хотел посмотреть, куда упала или что. И видно сам. Позже, уже в следственном отделе, мать мальчика объяснила случившееся следователю. Не доглядела. Ребенок остался жив. С многочисленными травмами его доставили в больницу. По факту падения из окна Заволжским жирным следственным отделом города Твери регионального СК организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Практически ежедневно СК сообщает о падении из окон детей и подростков. Именно поэтому следователи в очередной раз обращаются к родителям с просьбой о бдительности. Мы обращаемся к родителям. Помните, что именно вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье. И необходимые порой элементарные меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедии. Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко от окон, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Самой собой никогда нельзя рассчитывать на защиту от падения с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. В этом случае крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Чтобы избежать этого, необходимо ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедии можно произвести демонтаж ручек с окон в детской и других комнатах и использовать их лишь при необходимости. Утром 2 июля на 12-м километре автодорога Александровка-Орша автомобиль ВАЗ под управлением 38-летнего водителя влетел в металлическое ограждение моста. Водитель пояснил, что не справился с управлением и потерял контроль над машиной. Травмированный водитель доставлен в больницу. Вечером 3 июля на 117-м километре автодороги Осташков-Сележарова-Ржев 29-летний водитель, управляя автомашиной «Субару», из-за высокой скорости не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Пострадали четверо пассажиров иномарки, младшему из которых всего один год. С различными травмами люди доставлены в больницу. Еще опрокидывание в кювет из-за потери контроля над автомобилем произошло в Бежицком районе области. 50-летний мужчина за рулем Ниссана превысил скорость, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель скончался на месте. Всего за минувшие выходные в 23 дорожно-транспортных происшествиях один человек погиб, и 35 получили ранения. Из них четверо – дети. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА